Вопрос от Нины. Скажите, правда ли, что у женщин, живущих в промышленных городах, рак груди встречается намного чаще, чем у их одногодок в экологически чистых регионах? Частично на этот вопрос Анна Викторович ответил. Да, действительно, экологическая маворусска с выбросом токсических веществ, пестицидов, очень большое влияние оказывает и является дополнительным фактором риска, причем существенным риском, если не рак груди. Но интересная статистика, Осиноватский район, Шатроневый район, по рак груди лидируют у нас, да, среди сельского населения. А почему? Опять же, та же экология. Потому что некоторые промышленные предприятия в свои выбросы, порозья ветров, направляют именно туда. Может ли загар топлив послужить причиной злокачественной опухоли груди? Безусловно, да. Это особенно касается заболеваний кожи в области груди, потому что кожа в области груди достаточно нежная и тонкая. И она в процессе эволюции человека чаще всего была скрыта от солнечных лучей. Поэтому любые кожные образования, в частности, риск развития меланомы, либо плоскоклеточного рака кожи, намного выше. И однозначно здесь имеется статистика, которая подтверждает то, что именно внутрипротоковые формы рака молочной железы действительно могут иметь ассоциацию с интенсивным загаром. Это же касается и солярий. Здесь как раз был у нас вопрос. Я постоянно посещаю солярий. Это может перевести к раку груди? Да, безусловно, это имеет место. Связано ли возникновение родинок попелом на коже в области груди с риском опухоли? Здесь необходимо дифференцировать, то есть увеличать раковые процессы кожных покровов и рак груди как таковой. Конечно же, да, всякие доброкачественные новообразования, попеломы, родинки, невусы, так называемые, они чреваты тем, что со временем, если не уделять должного внимания, не избавляться от них, однозначно не могут перерождаться. И опять то, что мы называем предраковые состояния, их нужно лечить. Задает вопрос Лилия, 35 лет. Доктор, скажите, каков у меня риск заболеть раком молочной железы, если в роду по женской линии у тети были аналогичные проблемы, посоветуйте, что мне делать, чтобы свести вероятность этой болезни к минимуму. На первую часть вопроса Вы уже отвечали, а вот посоветуйте, чтобы свести вероятность. Во-первых, это действительно группа, как уже упоминалось, так называемых наследственных раков молочной железы. И в данном случае, около трех лет назад, в нашем Донецком областном противоопухолевом центре было инициировано исследование генов BRCA1 и BRCA2. Это гены, мутация которых является основанием для того, чтобы говорить о предрасположенности у конкретного человека именно к раку молочной железы. При повышении этого гена, либо мутации этого гена, мы однозначно можем дать рекомендацию, что эта женщина подлежит постоянным скрининговым осмотрам. В некоторых странах мутация обоих этих генов является основанием для профилактического удаления ткани молочной железы с одномоментным протезированием. Однако эта методика не получила широкого распространения на сегодняшний день, и мы можем говорить, что женщины с повышенным геном BRCA1 и BRCA2 должны как минимум дважды в год обследоваться полноценно. Обследоваться имеется в виду это осмотр маммолога, это УЗИ, ну и при необходимости маммографии. В целом вот так. Елена задает вопрос. Есть ли повышенный риск заболеть раком молочной железы при наличии в анамнезе более 30 лет, троекратно оперируемой фиброзно-кистозной мастопатии? Доброкачественные заболевания груди и оперативные вмешательства на груди по поводу доброкачественных заболеваний повышают риск в 2-2,5 раза. Поэтому этой женщине однозначно нужно наблюдаться вот по той схеме, о которой сейчас сказал Роман Викторович, подменительно к женщинам, у которых есть наследственный риск. То есть риск повышен, и она подлежит обязательному регулярному наблюдению. Говорят, что если постоянно носить бюстгальтер с поролоновыми вставками, то от перегрева заболеешь раком груди. Это так? Ну, это скорее слухи, чем действительность. Однако в этом есть доля правды. Ношение бюстгальтеров с поролоновыми вставками скорее вызывает не перегрев, а нарушение кровообращения в молочной железе. Вот именно длительное и хроническое нарушение кровообращения в ткани молочной железы может приводить к инвалидным и дистрофическим изменениям, что может повлечь за собой дальнейшее развитие уже патологических процессов. А правда, что больше подвержены риску заболеть раком груди те женщины, которые постоянно принимают оральные контрацептивы? Ну, последняя информация Национального института рака, буквально сегодня работа с этими материалами, да, 30-40% повышает. Особенно, если в контрацептивах присутствует такой компонент, как эстроген. Есть прогестиновые, эти как бы более мягче по отношению груди. А там, где присутствуют эстрогены, здесь возникает очень большой вопрос. Особенно у женщин предменструального, передменопаузального периода, опять же таки, возраст 40-50 лет. И особенно у женщин с повышенной массой тела. Потому что, как бы, накладывается, происходит накладывание эндогенных эстрогенов, то есть те, которые поступают с таблетками у ранней женщины, плюс эстрогены, которые вырабатывают ее организм собственные. И вот тогда повышается риск. Есть ли какая-то связь между заболеваниями органов малого таза и раком груди? Безусловно, есть прямая связь. Особенно, как уже было перечислено, с пролиферативными заболеваниями, что касается эндометрии и, безусловно, ткани яичников. Здесь имеется прямая, чаще всего, гормональная связь. Поэтому, как уже неоднократно было сказано, что при любых воспалительных заболеваниях генитальной сферы необходимо четко контролировать уровень гормонов в организме женщины. И этот контроль должен осуществлять эндокринолог-гинеколог. В противном случае, действительно, риск достаточно высок. Следующий вопрос. Мне поставлен диагноз фиброаденома груди. Говорят, что нужна операция. Скажите, пожалуйста, обязательно ли ее делать? Может ли фиброаденома переродиться в рак? Такой достоверной статистики, в общем-то, мало. Однако фиброаденома является все-таки доброкачественной гиперплазией молочной железы. А любые узловые образования могут малигнизироваться. В связи с этим, любые фиброаденомы более полутора сантиметров подлежат удалению. Есть ли повышенный риск завалить раком груди у тех, кто сделал пластику по ее увеличению? Пластика по увеличению – это неоднозначный вопрос. Почему? Потому что… Что такое увеличение? По увеличению, да. Значит, тогда это что? Имплантанты, импланты, эндопротезы силиконовые. Либо это гель, биогель. Ужас какой-то, потому что когда-то была пора, был период массового увлечения этим биогелем. Вводили в губы, вводили в веки, вводили в грудь. И сейчас женщины рассчитывают за своим здоровьем, за такие вот… Модные тенденции. …неодуманные поступки, да. Что касается имплантантов силиконовых, за рубежом постоянно идет информация о том, что они безвредные, что там поставлена технология усовершенствия таких имплантов. Ну, тоже вопрос двойственный. Однажды Федеральное бюро по продуктам питания и медикаментов в Америке запретило силиконовые протезы. Начался скандал, потом пластические хирурги, которые поднесли серьезные убытки, как-то вот решили, усовершенствовали, то есть уже только лишиликоновая оболочка, внутри физраствора и прочие разные вещи, прочие разные технологии. Но, тем не менее, есть какой-то элемент необходимости, элемент разумности, если можно так сказать. Ну, вот если женщина, у нее положительные генные мутации, да, и она лишается груди, то почему бы ее и не сделать, не поставить? Ну, когда на это идут девчонки, молодые женщины, 20-25 лет, я не вижу в этом никакой необходимости. Вот, грубо говоря, так примитивно, я спрашиваю, девочка, солнышко, ты ж не в Голливуде работаешь, нет, я не кинозвезда, ну, ты ж по вечерам не ходишь, не зарабатываешь грудью на кусок хлеба, нет, зачем тебе это, вот я хочу. Если позволите, добавлю, тут немаловажный момент, то, что чаще всего этому подвергаются женщины с наличием диффузных форм фиброзной мастопатии. И при наличии мастопатии, выполнение вот таких операций, это действительно серьезная ситуация. Поэтому, безусловно, у нас в стране зачастую, в некоторых частных структурах это проводится без должного обследования. Поэтому для этого должны быть действительно строгие медицинские показания. В противном случае это действительно, кроме риска и опасности для здоровья, ничего не принесет, полностью согласен. Ирина задает вопрос. Не так давно слышала о прививке от рака матки. А есть ли прививка от рака молочной железы? Если позволите, прокомментирую. Значит, есть прививка не от рака матки, а прививка, которая содержит моноклональные антитела. То есть это, в общем-то, метод борьбы с непосредственным вирусом папиллома человека. И не всем его спектрам на сегодняшний день известно около 23 вариантов этого вируса, а всего лишь от 11, из 23. Вследствие этого вот эта прививка осуществляется женщинам с момента наступления месячных до родов. В противном случае она не имеет никакого смысла, так как родовая травма непосредственно уже совсем по-другому, в общем-то, механизм развития рака шейки матки работает. И здесь однозначно стоит сказать, что вирусная этиология при развитии рака шейки матки доказана как минимум в 60-50% случаев. Для рака молочной железы такой статистики не существует. На сегодняшний день четырьмя крупнейшими институтами в мире, в частности, британским ирландским королевским обществом хирургов, ведется исследование связи вируса папиллома человека и именно некоторых его форм с внутрипротоковым раком молочной железы, которые провоцируют изначально папилломы в протоках, с последующей трансформацией в внутрепротоковый рак. Однако на сегодняшний день четкой связи не получено и таких вакцин не существует. Влияет ли мобильная связь на риск возникновения рака молочной железы, телефона и передающей станции, а компьютера? Четкой статистики нет, что касается мобильной связи. Что касается компьютера, мы наблюдаем многотысячные, многосотенные женские коллективы, например, областное управление статистики. Очень много женщин, и практически каждая из них работает с компьютером. Трудно сказать, вряд ли у них частота рака груди встречается повышенно по сравнению с основной популяцией. По-видимому, эту большую роль играет гиподинамия. Гиподинамия, да, повышенный вес. Скажите, пожалуйста, вот эти центры, которые у нас существуют на сегодняшний день, которые осуществляют диагностику и лечение рака молочной железы, они разрабатывают, занимаются разработкой новых каких-то методов лечения и диагностики? Безусловно, да. В частности, сейчас достаточно широко и по городу Донецку, и по области внедрены так называемые методы верификации непальпируемых образований молочной железы. Когда женщина, проходя скрининговые осмотры, либо УЗИ, либо маммографию, имеет патологическое образование, которое достаточно маленьких размеров и не подлежит пальпации. На сегодняшний день и в Донецком областном противоопухолевом центре, и в диагностическом центре, и в ряде других маммологических кабинетов есть возможности для прицельной, именно точной пункции этого образования под контролем УЗИ, либо под контролем маммографии. Что позволяет с высокой точностью определить характер этого образования и дать соответствующие рекомендации. Поэтому, действительно, новые подходы в диагностике опухолей молочной железы ведутся. На сегодняшний день, как я уже сказал, внедрены именно методы генетического кортирования пациентов, то есть это гены BRCA1 и BRCA2. В диагностическом центре и в нашем центре широко используются исследования так называемых маркеров онкологических заболеваний. Это, в частности, СЕИ-15-3, маркер, характерный для рака молочной железы. Вследствие этого нужно констатировать то, что на достаточно высоком уровне в Донецке ведется внедрение новых технологий диагностики. Если можно, вопросы как бы у нас уже все закончились от читателей, если можно, давайте мы несколько рекомендаций дадим людям. Вот, допустим, если женщина чувствует себя нормально, но она хочет пройти обследование, чтобы на всякий случай. Вот с чего ей надо начинать? В свою поликлинику идти, брать направление к вам? Или вот с чего начинать нужно? По-видимому, женщине лучше начать с банального осмотра маммолога, непосредственно маммолога. Насколько мне известно, ни один из маммологических кабинетов не отказывает при отсутствии направления и по городу, и по области. Где нужно взять это направление? Можно совершенно спокойно и без этого направления обращаться в любые маммологические кабинеты, в том числе некоторые маммологические кабинеты практикуют вплоть до анонимного обследования, если пациентка по каким-то социальным соображениям хочет остаться инкогнита. Ну а дальше уже врач непосредственно должен с учетом жалоб пациенток, либо данных физикального осмотра, обозначить диагностический алгоритм, который может включать и УЗИ, и маммографию, и исследование гормонального статуса пациентки. То есть это в большинстве случаев индивидуально вырабатываем план обследования. Четкого алгоритма. Нет, есть скрининговые методы, это УЗИ и маммография, но есть, в общем-то, индивидуальные методы обследования. Сколько стоит пройти УЗИ, маммографию, сколько стоят эти процедуры? Или это бесплатно? На сегодняшний день, если это ведется скрининговое обследование, а не частные приемы или частные кабинеты, это бесплатные методы, они осуществляются бесплатно. В частности, ежедневно в противоопухолевом центре выполняется около 30-40 обследований УЗИ и чуть меньшее количество маммографий. В частности, пленка для маммографии представляется непосредственно и оплачивается по программе онкологии. Там существует какая-то очередь? Нужно записываться заранее или можно? Действительно, если есть такая необходимость, там существует определенная очередность, в общем-то, которая не так уж и большая. Там буквально один-два дня и в целом пациент может пройти это. В частности, можно сказать, что ко дню борьбы с раком молочной железы в настоящий момент интенсифицировали именно маммографические приемы. Поэтому мы имеем, в общем-то, возможность проводить маммографию в несколько большем объеме, то есть выделены врачи. В целом, насколько мне известно, такая же точная ситуация и в диагностическом центре. Да, у нас в диагностическом центре такая же ситуация. Я хотел добавить, что в рамках проведения международного дня борьбы с раком груди под патронатом народного депутата Украины Татьяны Дмитриевны Бахтеевой 20-го числа, 20-го октября в ДОКТМО в больнице Калинина проводится акция по обследованию и по консультированию женщин Калининского и Рашиловского района города Донецка. С 8 утра будут проведены, ну не сразу, а поочередно, две лекции по самообследованию, по рекомендациям для женщин. И потом к женщинам, которые будут нуждаться в дополнительном обследовании, будет проводиться маммография, УЗИ и консультация маммолога для женщин Калининского и Рашиловского района. Также все остальные районы, я думаю, что могут и в диагностическом центре, и в Донецком областном противоопухолевом центре обследоваться, так как если выделить один день для всех, то пропускная способность нашей аппаратуры, к сожалению, не позволит обследовать всех желающих. В принципе, в течение недели-двух будут работать 2-3 специалиста почти круглосуточно в две смены на магмографических установках, так как пропускная способность их также достаточно ограничена. В остальное время, естественно, эти аппараты работают в точно таком же режиме, ну больше 30 исследований в день это, в общем-то, маловероятно. Тем не менее, можно констатировать, что в Донецком областном противоопухолевом центре имеется 3 маммографа, насколько мне известно, в диагностическом 1. Но, тем не менее, в диагностическом центре есть достаточно аппаратуры для УЗИ-диагностики, что также является методом скрининга. Поэтому мы в состоянии, в общем-то, в содружестве с диагностическим центром обследовать весь контингент пациентов, которые желают пройти это обследование. А какая диагностика наиболее информативна, маммография или УЗИ? Дело в том, что это не взаимоисключающие, это скорее взаимодополняющие методы. И говорить так достаточно неправильно. Ряд патологий диагностируется лучше на маммографии. В частности, это солидные образования, так называемые плотные. Есть ряд образований, которые лучше диагностируются при УЗИ-исследовании. В частности, при УЗИ-исследовании можно оценить и кровоток, и связь непосредственно с протоками молочной железы. Раман Викторович, в ответе на прошлый вопрос Вы упомянули программу, областную программу по борьбе с раком. Если можно, немножко подробнее расскажите о ней. Значит, эта программа будет стартовать в этом году, после дня проведения борьбы с раком молочной железы. Эта программа включает в себя непосредственно и курс лекций, как для пациентов, так и для врачей, врачей общей лечебной сети, с целью повышения онкологической настороженности населения. Эти лекции будут проводиться не только врачами Донецкого областного противоопухолевого центра, но также и диагностами, и УЗИ-диагностами, и врачами, работающими непосредственно в мамологических кабинетах. Также эта программа предусматривает непосредственную взаимопомощь и помощь врачам женских консультаций в районах, и непосредственно обследование всех желающих пациентов, если же это имеет место необходимости в этом. Что же касается женщин, перенесших операции по поводу рака молочной железы, здесь еще раз повторю, что с нашей стороны оказывается полная поддержка организациям, которые пытаются социально реабилитировать этих женщин. В частности, на сегодняшний день мы пытаемся наладить взаимосвязь с нашим центром трудоустройства для того, чтобы женщины, которые по каким-то причинам потеряли возможность работать в период болезни, имели возможность быстро восстановиться на работе. Потому что на сегодняшний день рак молочной железы имеет достаточно неплохие показатели 10- и 5-летней выживаемости, имеется в виду при ранних формах и раннем обращении. В следствии этого большинство абсолютных женщин после адекватного лечения рака молочной железы имеет возможность реабилитироваться как социально, так и в трудовом аспекте. Это программа долгосрочная? Да, это программа в составе программы онкологии. Она рассчитана до 2016 года. А финансирование из областного бюджета? Ну, к сожалению, на сегодняшний день это финансирование только лишь за счет фонда Донецкого областного противоопухолевого центра. Но пытаемся на сегодняшний день найти общий язык с областной администрацией здравоохранения. Думаю, что они будут оказывать всемирную поддержку. В частности, по этой программе запланировано на 2012 год приобретение 9 монографических установок по области. Не в центре, а именно по области. Еще один вопрос у нас есть. Всем известно, насколько в кавычках «дорогое удовольствие» химиотерапия и операция при постановке диагноза рак. Но сегодня Украину захлестнула волна безработицы и кризиса. Есть ли в Донецке организация, способная помочь тем, у кого нет средств для такой операции? На сегодняшний день программа онкология действительно запущена. И к декабрю нынешнего года, как нам обещает министерство, и в общем-то это звучит и в печати, и в интернете, в основные онкологические учреждения области и Украины в целом будет произведена поставка химиопрепаратов первой линии. То есть, если раньше осуществлялась поставка препаратов, закупаемых непосредственно через министерство, в данном случае закупать будут также министерские работники, однако это препараты после согласования с внештатными специалистами. И на сегодняшний день, так как есть дефицит бюджета, более целесообразным мы считаем приобретение препаратов первой и второй линии, то есть те, с которых начинают лечение, они являются несколько более дешевыми и доступными, и рассчитано это на то, чтобы обеспечить примерно около 80% больных раком молочной железы, полностью обеспечить препаратами. Если в нынешнем году и до этого года мы вынуждены были констатировать то, что государственное обеспечение захватывает чуть более 30% женщин, то надеемся, что с этого года будет более 80% женщин, это препараты только первой линии, но обеспеченность ими будет гораздо выше. Ну и подводя итог нашей сегодняшней беседе, могли бы Вы дать рекомендации молодым женщинам, девушкам, вот как им нужно себя вести, чтобы не попасть в группу риска? Ну, первое, это в советских времен звучит тезис так называемый здоровый образ жизни, вредные привычки, алкоголь никаких, полевая культура. Когда-то Академик Бондарь говорит, да, Григорьевич, о том, что на четвертом партнере женщины теряют свое иммунологическое лицо, то есть она теряет способность сопротивляться инфекциям, вирусным инфекциям, в том числе и таким неопластическим процессам, раковым процессам и так далее. Вот до спины. Только, да, полное отсутствие иммунитета. Сейчас молодые, перспективные женщины, они больше занимаются, уделяют внимание карьере, учебе, росту профессиональному и так далее. Это хорошо, это приветствуется, но не надо же забывать о деторождении, потому что, как мы уже сказали, именно беременность, завершившаяся родами и завершившаяся рактацией, это вот самая эффективная профилактика родов. Масса тела, физическая активность, ожирение, сидячий образ жизни, то, что в советские времена называли правильный образ жизни, активный образ жизни. Простые вещи, но они намного помогают справиться с этой ситуацией. Спасибо.